приветствую всех на канале спутниковая tv у меня на столе ресивер sat integral 1227 модель достаточно старенькая уже после него были 28 68 модели он свое скажем так отслужил и он выпуска шестнадцатого года 2016 год вот в чем проблема значит изначально он перестал переключать порты десека нужно было по 10 раз туда-сюда переключиться на спутник либо выключить питание тогда он включал один из портов десека и на нем работал потом он в принципе вообще погас и перестал работать но я подумал что стандартно это как обычно 1000 вот здесь стоит на 10 вольт на 16 иногда ставят и вот этот вот конденсатор это 470 плюс вот тут 100 на 35 но это уже так начал менять их для того чтобы до конца добиться результата в итоге тюнер после долгих вот этих вот замен всех начал включаться но опять же с той же бедой с проблемой переключения портов десека и было решено заменить сетевой фильтр он здесь стоит вот такой вот маленькой емкости на 450 вольт 10 микрофарад в чем его предназначение он фильтрует ну и плюс держит нагрузку самого блока питания сам блок питания если скачки будут в первичной цепи вот тут этот конденсатор сглаживает эти все скачки напряжения ну и соответственно фильтрует всю помеху которая приходит к нам извне вот и я вам скажу что я поставил сюда для теста вот такой вот это раньше применялись они 400 на 47 раньше применялись они во всех блоках питания в том числе в блоках питания всеми известных ортонов здесь и места побольше как видим под него здесь сюда стоял либо 33 когда уже там китайцы начали химичить либо 47 поначалу да на раньше вообще на старых ресиврах стоял вообще там 72 и более конденсатор вот потом стали 33 ставить для экономии то есть чем больше здесь емкость тем вот это из чего-то старенького наверное где-то здесь будет или 68 вот он большой и естественно будет более стабильно работать с этим конденсатором ресивер вот этот я поставил и сразу же ресивер кроме того что завелся начал работать стабильно с портами десека и сейчас я хочу перейти на 33 вот 33 на 400 я думаю вот ахуа ему этого хватит и будет также вполне работоспособен здесь также тесты на 400 можем измерить что здесь по остаточной емкости вот таким вот и обычно используюсь инструментом таки видим 31 микрофарад и ср 18 и потери один процент это очень хорошо то есть 31 из 33 это отличный конденсатор его можно ставить теперь можно зажать этот попробуем его потестировать 3196 потеря 06 этот еще лучше вот этот и поставим вот этот мы сейчас вернем сюда я думаю что все будет работать отлично и причем еще больше чем было на срок службы у него был изначально потому что я переменял все здесь что можно было в блоке питания все кондеры с напряжением чуть побольше а это основная часть которая у него так смотрите что у нас по этому конденсатору здесь 9248 не такие уж большие потери но и с 47 соответственно его мы выбрасываем в утиль вот такая вот история сейчас поменяю это у меня все было из старых блоков питания которые использовались для ортонов ранее там из блоков питания которые из ресиверов которые я выбрасывал том числе openbox и были в том числе там химакс и так впаяем этот конденсатор что здесь важно здесь важно знать что напряжение вы не можете понижать можно чуть повысить там поставить 450 вольт например но микрофарад и можно чуть и повысить емкость конденсатора потому что будет больше фильтроваться помеха с сети так вот его впаял если только вопрос крышка закроется или нет с таким большим кондером 33 на 400 плюс минус здесь есть полярность плюс обязательно без полосы здесь полоса минус указан проверим сейчас в тесте подключаем так есть уже все работает ну сейчас подключим его и проверим как он теперь работает с портами десека 220 прошивка еще стоит старая принципе включается проверяем с десеком пока ресивер подключены тестируется я нашел для него последнюю прошивку на него есть прошивочка 297 и обновлюсь до 297 проверяем порт и десеков я уже в принципе проверил работает он корректно переключает все хорошо как видим на третьем у меня ничего нету на втором astro на первом у меня по выход bird и на четвертом 36 уровне он видит и то что нагрузки нет качество и уровня на третьем порту тоже видит то есть здесь проблем вообще никаких нету то есть в принципе проблема есть на ясно и понятно прошивка 292 и сейчас обновился вот сейчас докачается 297 обновлю ее наверное в общем вот такое вот видео всем спасибо за просмотр и подписываемся смотрим другие видео по теме настройки пока